Итак, 9 Ава. Знаете, 9 Ава, на мой взгляд, это день, который доказывает, что Бог вмешивается постоянно в нашу жизнь, следит за ней, потому что этот день должен быть большим праздником, он и будет сказано таким в конце времен. Но люди, вместо того, что в этот день, когда должны были зайти в землю Израиля, они начали плакать и создали абсолютно другую негативную энергию, которая пока и работает. И Бог сказал, что в этот день вы плакали зря, а вот я вам дам поводы плакать. И он всей истории доказал свои слова. Это в 3398 году от сотворения мира. Через 420 лет после возведения второго храма был разрушен первый. Первый был тоже разрушен 9 Ава. Второй храм 9 Ава. Прошло более полувека. Баркова отбил Русалим римлян и даже создал свои монеты. 9 Ава Пал Бейтар. 9 Ава 1290 года. Евреи были изгнаны из Англии. Франция. 9 Ава изгнаны евреи из Франции. 2 Августа, то есть это по 9 Ава по еврейскому календарю император Фердинанд изгоняет евреев из Испании. Причем переносился много раз этот день, пока на 9 Ава не пришел. Евреи Рима переселены в Первой мировой гетто. 9 Ава 14 года началась Первая мировая война, которая привела к колоссальным проблемам. В 1882 году в России началась санкционированная царем погрома еврейских общин, где была черта оседлости. В 1942 году именно в 9 Ава началась депортация евреев из Варшавского гетто, где было около полумиллиона евреев. Следствием 9 Ава мировой войны была гражданская война, банды Петлюры, Махно, Деникин, Колчак, все отряды. Было уничтожено 300 тысяч евреев, как минимум. Потом пришли к власти большевики, победил социализм в Германии, который привел к национал-социализму. И 9 Ава началась концентрация евреев в Польше, в гетто. Этот список бесконечный. До сегодняшнего дня мы отмечаем 9 Ава постом. И давайте рассмотрим еще один намек в традиции. Главным траурным произведением, которое читают 9 Ава, является Плачер Мьягу, называемый Эйха. Как? Как оказались в таком ужасном положении? Как произошло такое, как мы сейчас видим? Что это? Нам надо понять истоки не для того, чтобы сидеть и плакать, а для того, чтобы понять, как этого не допустить. Когда началось вот это Эйха слово первый раз? Когда Адам и Ева нарушили волю Творца, съели запретный плод. И услышав голову Творца, они спрятались за дерево. И тогда он произнес свои знаменитые слова. Аека Адам. Где ты, Адам? Оно немножко иначе считается. Мы сейчас в эти нюансы не будем входить. Корень проблем в нарушении повелений Бога и попытку скрыться от него. Вот корень того, что произошло. Это корень по сегодняшний день. Адам и Хава, дети Творца, которых он сделал своими руками, прячутся от Отца. И он вынужден спросить их, где ты человек? Куда ты скрылся? Начинается первое знание. Корень всех знаний, последствующих человечества. Начинается рассеивание. Душа Адама первого человека распадается на части, душа потомга и так далее и тому подобное. То есть, нужно понять причину, почему не плакать просто, а знать в чем вопрос. Беспричинная ненависть. Она существует, к сожалению, сегодня. И вообще, самое страшное не это. Самое страшное то, что, например, государство на святой земле существует уже почти 60 лет. Но евреи так и не удосужились выполнить свою основную задачу в этом мире – построить храм. Наши мудрецы говорят, что поколение, в котором храм был не отстроен, оно как бы его разрушило. И так мы поколение разрушителей храма. Вот где трагедия, вот о чем надо плакать. И стоит посвятить сегодняшний день осмыслению этого горького факта. Ничего другое не нужно. Просто сидеть, поплакать и потом пойти быстренько покушать – это не тот случай. Надо подумать, почему именно я не внес ту лепту, которая могла бы изменить мир и построить храм. Вот это правильный подход 9 авгу. Всего наилучшего.